Зима 1941-го принесла не только сильные морозы и внезапные метели, но и напряженную политическую обстановку в мире. Ливия, Албания, Китай. Каждый день из этих и некоторых других стран приходили тревожные известия, которые вначале прочитывались им несколько раз про себя и уже потом вслух. Но Ливия и Китай, казалось, были далеко, а здесь совсем рядом вставали совсем другие вопросы и проблемы. Так Катя или Марина? Куда поставить ударение? Второй рекорд? Так дружбы хочет сердце. Марина, конечно, девушка хорошая и глаза у нее красивые, но уж очень вспыльчивая и ревнивая. Мол, если дружишь со мной, так больше ни с кем не гуляй, но даже и не разговаривай. А если что заметит, неделю не будет с тобой говорить, а то и две. Или все-таки Катюша? Тоже красавица, только немножко легкомысленная и ненадежная, что ли. Пригласил ее в прошлый четверг в кино, ждал-ждал, а она так и не пришла. А потом, говорит, мол, с Сашкой в театр ушла. Вот и дружи с такой. Да уж, непростая-то штука 22 года. Тут тебе и Катя, и Марина, а еще мама ворчит, мол, дома часто по ночам нету и стихи покоя не дают. Вторую тетрадку исписал. Печатать, правда, пока не пробовал, но так и пишутся. Вот, например, про это февральское утро. Тишина, мороз пощипывает щеки. Воздух чистый, как хрусталь. Пролетели по небу сороки, светлую синюю даль. И вот уже проснулся город. Со смены я иду домой. И вижу я, как радостно и бодро день начался трудовой. Стихи, надо признаться, были пока неумелые. Но их автора, 22-летнего Лидерсона Кормилицина, это мало смущало. Дескать, какая разница, что с ритмом не удается пока справиться, и слова не складываются в строчки. Ему бы справиться со своими чувствами и разобраться, кто же она единственная и неповторимая на всю жизнь. Если девушка красива, ее можно полюбить. Меня милая просила ее, Милку, не забыть. Если ветер дует в поле, трудно по полю ходить. Если Милка сердце колет, трудно мне ее забыть. Когда Волга разольется, красоту приятно пить. Когда Милка засмеется, трудно милую забыть. И только когда Лидерсон уходил в эту комнату, он забывал и о Кате, и о Марине, и о своих стихах. Здесь, в студии областного Куйбышевского радио, где с недавнего времени он работал диктором, он помнил только об отчетливой дикции и о правильных ударениях, от которых зависело ничуть не меньше, чем от Кати и Марины вместе взятых. Здравствуйте. В эфире областное радио. Вы слушаете последние известия. Председатель Президиума Верховного Совета СССР товарищ Калинин направил телеграмму президенту США господину Рузвельту. По случаю вашего нового вступления на пост президента благоволите принять мои искренние поздравления, а также наилучшие пожелания вам личного счастья и процветания американскому народу. В ответной телеграмме господин Рузвельт поблагодарил товарища Калинина за поздравления и выразил готовность ответить взаимностью на добрые пожелания председателя Президиума. К другим новостям. Все более активными становятся военные действия в Северной Африке. В Ливии, говорится, в сводке итальянского командования, в долине, расположенной к югу от Бентези, 6 февраля происходили ожесточенные бои. Английские войска, сообщает агентство Рейтер, заняли столицу и главный порт Киринаеки, расположенный примерно в 225 километрах от Дерны. Новости из Румынии. Все сегодняшние газеты опубликовали текст нового декрета Антонеску о введении в Румынии смертной казни с целью пресечения действий, угрожающих существованию и интересам государства. В декрете указывается, что суд должен выносить приговор в течение 24 часов. Приговор приводится в исполнение спустя 10 часов после его вынесения. А в Литве продолжил свою работу пятый съезд коммунистической партии. В отчетном докладе секретарь ЦК КПБ Литвы товарищ Снечкус рассказал о первых успехах советской власти в Литве, достигнутых под руководством коммунистической партии. Осуществлена национализация земли, крупных промышленных и торговых предприятий, транспорта, банков, крупных домов. Страна победившего социализма вступила в четвертый год третьей сталинской пятилетки. По решению 18-го съезда партии, средний урожай зерновых культур к концу третьей пятилетки должен быть доведен до 13 центнеров с гектара. Эта директива должна быть выполнена, и она, несомненно, будет выполнена, если мы действительно по-большевистски развернем борьбу за получение высоких устойчивых урожаев. Напоминаю, вы слушаете последнее известие Куйбышевского областного радио, и мы переходим к новостям местной жизни. 10 февраля в 8 часов вечера в клубе имени Дзержинского состоится городское собрание партийного актива. В повестке дня доклад о мероприятиях по увеличению производства товаров широкого потребления и продовольствия из местного сырья. Докладчик – секретарь обкома ВКПБ товарищ Катков. Билеты можно получить в райкомах ВКПБ. Члены горкома и обкома ВКПБ проходят по своим мандатам. Партийная организация Куйбышевского энергокомбината, борясь за успешное выполнение производственной программы, развернула большую массовую работу в коллективе. 30 человек перешли на расширенную зону обслуживания. Среди них лучшие кочегары товарищей Иняхин, Ульянов, Юриков, шоферы Литков, Ахмазов, совмещающие свои обязанности с обязанностями электромонтеров и другие. 5 февраля токарь Куйбышевского судоремонтного завода товарищ Якимов встал на вахту имени 18-й всесоюзной партийной конференции. Обрабатывая краны, он дал небывалую в Средневоргском бассейне выработку 750%, значительно перекрыв свой собственный первый рекорд, установленный в конце января. На Красноармейской площади города Куйбышева предполагается воздвигнуть памятник легендарному полководцу гражданской войны Щерст. На конкурс проектов памятника представлены работы, принадлежащие крупным мастерам – Манизеру, Муравину, Илысенко, Кепинову и Стемповскому. Вне конкурса выставил свой проект московский скульптор из Малков. И в заключении – афиша. 8 февраля в клубе имени Дзержинского будет представлена комедия в пяти актах «Женитьба Белугина». Начало в 8 часов 30 минут вечера. В антрактах и по окончании – танцы, поджаз-оркестры. В театре – оперы и балета – паяцы. В драматическом театре – кремлевские куранты. В театре – береты – цыганский барон. Вы слушали последнее известие областного радио. В эфире был диктор Кормилицын. Когда весело живется – хорошо на Волге быть. Когда милая клянется – трудно милую забыть. Когда солнце летом греет – хорошо на солнце быть. Когда милку не жалеют – трудно милку не любить. Когда милка всех милее – хорошо ее ласкать. И под ручку взяв смелее с ней по улице гулять. В 1941 году диктору Куйбышевского областного радио Лидерсону Кормилицыну исполнилось 22 года. И возвращаясь домой с работы, он думал не о войне в Северной Африке. И не о вахте имени 18-й партийной конференции, а совсем о других вещах, которые были для него. Человека с бархатным голосом и поэтическим сердцем гораздо более важны. Мне 22, и я любить желаю, желаю душу девушке отдать. Но нет ее, и где найти – не знаю, где мне подругу милую сыскать. Я поддал ей всю молодость, всю силу за дружбу чистую, за чистую любовь. Готов идти хоть до могилы, так просит сердце, просит кровь. Сердце 22-летнего юноши Кормилицына хотело любви, но так и не успело узнать ее. Потому что в июне 1941-го первый диктор Куйбышевского радио Лидерсон Григорьевич Кормилицын ушел на фронт. И вскоре погиб в боях на Западной Украине, где фашистские сапоги топтали нашу советскую землю. И где лилась кровь украинцев, русских, евреев, всех тех, кто защищал эту землю. Он не успел стать ничьим мужем и отцом, и не написал своего самого лучшего стихотворения, в котором жил бы вот этот струковский сад, извиняла первая весенняя копель. Как и многие другие его ровесники, он отдал жизнь за родину. И за то, чтобы другие юноши и девушки вот этих самарских, куйбышевских улицах могли произнести друг другу простые слова. Я тебя люблю. Скоро весна, дорогая. Мертвый нарушит покой Певчих веселую стаю К нам приведет, а за собой Волга красива и горда Волны свои Возмутя В Каспий покатит далекий Волн миллиарды Шутя С вами был Михаил Перепелкин. Субтитры создавал DimaTorzok